Добрый день, святитель Иоанна Златоуста, из беседы на послание к Колоссянам. Беседа о том, что всегда призывать имя Божие и за все благодарить Его. Будем всегда молиться Богу, будь ты хоть на торговой площади, можешь обратиться в себя и петь Богу, не будучи никем услышанным. Ибо Моисей так и молился, и был услышан. «Что взываешь ко мне?» – говорит ему Бог. А Он ничего не говорил, но взывал мысленно, сокрушенным сердцем. Посему и Бог услышал его один. Ибо не мешает во время пути молиться сердцем и быть горе. Апостол говорит, «Поющий в сердцах вашим Господу, и все, что не делайте словом или делом, делайте все во имя Господа Иисуса Христа, благодаря Бога и Отца». Колоссянам, 3 глава, 16-17. «Если мы будем так поступать, то там, где призывается Христос, не найдется ничего мерзкого, ничего нечистого. Ешь ли, пьешь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь, все делай во имя Божие, то есть призывай имя Бога на помощь. Берись за дело, прежде всего, помолившись Богу. Хочешь ли что произнести, предоставь это, предпоставь это. Потому-то и мы в своих письмах наперед поставляем имя Господа. Ибо где имя Господа, там все благополучно. Если имена консулов охраняют грамоты, то тем более имя Христово. Ешь ли, благодари Бога, с решимостью делать то же и после. Спишь, благодари Бога, с решимостью тоже делать и после. Идешь по площади, делай то же. Да не будет ничего мирского, ничего житейского. Все совершай во имя Господне, и все у тебя будет благоуспешно. Что не запечатлеешь именем Божьим, все выйдет счастливо. Если оно изгоняет демонов, устраняет болезни, то тем более облегчает совершение дел. И что значит творить словом или делом? Этим указывает или на выходящего, или на делающего что-либо подобное. Послушай, как Авраам во имя Божие посылал раба своего, дарит во имя Божие, умертвил Голиафа. Дивно и велико имя его. Потом опять Яков, посылая детей, говорил. «Боже мой, да даст вам благодать перед человеком». Бытие 43.14. «Ибо кто делает это, тот помощником имеет Бога, без которого не дерзал ничего делать, так как чествуемый призыванием Бог воздает через дарование благополучного хода делам. Призывай сына, благодари отца. Ибо призывая сына, ты призываешь и отца, и благодаря отца благодаришь и сына. Будем учиться исполнять это не одними словами, но и делами. Всему имени нет ничего равного, оно всегда дивно. Мира излияна, говорит имя твое, песня песней 1-2. «И кто произносит онное, тот друг исполняется благоухание. Никто не может назвать Господом Иисуса только Духом Святым». 1 Коринфянам 12.3. «Столь много совершается этим именем. Если слово «во имя Отца и Сына и Святого Духа» ты произнес с верою, то ты все совершил. Смотри, сколько ты сделал. Ты воссоздал человека и произвел все прочее. В Таинстве Крещения. Таким образом, это страшное имя владычествует и над болезнями. Если бы ты пел это с верою, то прогнял бы и болезни, и демонов. А если бы не прогнал болезни, то не от того, что оно слабо, то есть имя Божие, а от того, что болезнь полезна. Сим именем превращена вселенная. Разрушено тиранство, попран дьявол, отверстие с небеса. Но что я говорю небеса? Сим именем возрождены и мы. И если не оставляем его, то просеиваем. Оно рождает и мучеников, и исповедников. Его должны мы держать, как великий дар, чтобы жить в славе, благорождать Богу, исподобиться благ обетованных любящим Его, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Им же и с Ним, же с обезначальному Его Отцу, вместе с Пресвятым Духом, слава держава честь и поклонение, ныне, всегда и во веки вечны. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.